Подышать целебным воздухом, не выезжая в российские здравницы, станет возможным в Наринмаре, столице региона, готовится к открытию центр галлотерапии. В гостях у хозяйки соляной пещеры Юлии Акимовой побывала наша съемочная группа. Здесь используется специальная соль крупного помола с иллицкого месторождения, там она добывается. В общем-то мы эту соль заказывали в Сыктывкаре и на строительство пещер было затрачено 4,5 тонны. Юлия Акимова рассказывает об этапах строительства соляных пещер. Кроме основного материала соли был привезен из Москвы галогенератор для создания и распыления соляного аэрозоля, который обогащает воздух полезными микрочастицами. А почему возникла такая идея? Ну потому что сама мама, ребенок часто болеет и работая врачом столкнулась с тем, что все-таки заболевание дыхательных путей это самое распространенное заболевание. Причем у нас на севере статистика гораздо выше, чем в других регионах России. Люди болеют много и все время спрашивают, как повысить иммунитет. Галотерапия полезна не только для профилактики органов дыхания. Процедура весьма эффективна в лечении кожных и аллергических заболеваний при нарушениях нервной системы. Повышать иммунитет, по словам бизнес-леди, малыши будут совсем скоро. Работы в детской галокамере уже завершены. Детская галокамера от взрослой отличается особым дизайном. Здесь есть настоящий соляной грот. Один сеанс посещения галокамеры заменяет один день пребывания на свежем морском воздухе. Сказочный интерьер комнаты, стены которой покрыты солевыми кристаллами, похожими на снег или ини, по словам хозяйки, маленьким клиентам очень понравится. Ведь такими полезными кристаллами можно даже поиграть. Они могут играть, да? Да, конечно, это все большая песочница. Здесь будут игрушки для детей, то есть все, чтобы им было комфортно здесь находиться 30 минут. К стулу они не будут прикованы? Нет, конечно. Чем активнее ребенок двигается, тем сильнее аэрозоль проникает в дыхательные пути. Кроме галокамер в центре будет работать и фитобар, где малыши и их родители смогут попить кислородный коктейль и травяные чаи. Кроме собственных средств, которые были вложены в этот проект, Юлия Акимова выиграла конкурс окружных грантов для начинающих предпринимателей в сумме 500 тысяч рублей. Уже в сентябре соляная пещера встретит своих первых посетителей.